Невозможно взять такое число, что А и Б будут натуральные числа, что будет такое разница. Господа, давайте я вам сейчас расскажу несколько способов доказательства этого факта. На самом деле они совершенно... способы и совершенно замечательные. Начну я, пожалуй, вот с какого. Да. А то, что она сейчас сказала, многие из вас будут повторять от разных вариантов. Когда-нибудь вы даете до дефицциальных порогнений и задаете себе вопрос. Ой, а все-таки можно его решить, это дифференциальное порогнение или нет? Не вам сказано. А для решения нужна вот такая специальная функция. И вы скажете, ой, да нет, это не настоящая функция, я ее еще не знаю. А вот можно как попросту решить? Господа, по мере вашего знакомства с математикой, меняется понятие о том, что такое антибиотик. Давайте я представьте себе, о том, что такое антибиотик. И у него задача. Сколько будет? Он берет, начинает рисовать, там, палочки, да? То есть, там, отсчитывать, отсчитывать, работает, работает. И, в конце концов, страшно, счастливый говорит. Ответ. Вы там задержали. Третий, дядя, отличный. Ребята, представьте себе, что вы во время каких-то своих вычислений получаете 7 плюс 24. Скажите, пожалуйста, у вас сразу возникнет желание посчитать. Понятно. А сомнение? Потому что вы уже понимаете, что надо будет посчитать. Правильно? Для вас это не является задачей. Кто-то из начинающих получает кемпионатуре, получает ответ 5 в 3. Подсчитывает 5, у нас же это 4, у нас же это 3, у нас же это 2, у нас же это 1. Получается, сколько? 120. 120. Отлично. Пройдет какое-то время, и вдруг до вас доедет, что, а сказать 5 материалов, это иногда понятнее, чем сказать 120. Понимаете, нет? По мере включения вашего клиента в область, меняется представление о том, что такое ответ. У вас расширяется область известных, чем вы старше, чем вы больше и лучше, чем вы делаете математику. Всем вам проще говорить ответы. Ребята, вы, конечно, можете посчитать пользу из двух с огромной точки, написать 5, 10, 4. А потом пройдет время, вы узнаете, что есть такие цепные точки. Если угодно, для корня из двух есть такая цепная цепь, на этом все единица, точка с запятой, 2, 2, 2, 2, 2, 2, так вот и бесконечно. То есть это вот что такое единица, плюс 1, разделена, 2, плюс 1, разделена, 2, плюс 1, разделена, 2, плюс 1, разделена, и также бесконечности. Когда вы открываете на этом месте, вы получаете очень хорошее приближение к корню из двух. Понимаете, это зависит от вашего жизненного опыта. Чем больше вы знаете в математике, тем легче вам понимать, собственно говоря, в каком виде вас интересует этот самый труд. Сейчас я не хочу вообще загугляться. Я сейчас хочу доказать только конкретную теорему, что невозможно записать корень из двух в виде частного двух натурального участия.